Итоги уходящей среды Криминальный дуэт Оперативники задержали серийных воров Сколько обнесли домов в подельники Зачем мне солнце Монако В белорусских санаториях Стало популярно спа-направление Где взять релакс-путевку А также посевная компания Весенний лед И ремонтные работы ГАИ призывает водителей Не оставлять авто вдоль дороги на Ульяновской Заплутал В Бобруйске пропал мужчина с болезнью Альцгеймер Ушел в обед и не вернулся В колокола забила дочь Поиски продолжались до позднего вечера Все это время пенсионер находился В пределах полукилометра от собственного дома Подробности истории у Карина Гуревич Эта история началась воскресным днем Владимир Кузьмич вышел прогуляться Но свернул с привычного маршрута Изобрел в болотистую местность Вокруг трава, грязь и вода Как он там оказался Непонятно Но выбраться задачка со звездочкой Лишь спустя несколько часов Когда пенсионер не вернулся домой Тревогу забила дочка Для Оксаны Кузьмич события этого дня Словно кадры из блокбастера Ее отец отправился на прогулку в обед И пропал Мужчина болен Альцгеймером Плюс почтенный возраст Больше 80 лет Воображение рисовала страшные картины Женщина тут же бросилась искать пенсионера Просила помощи и у соседей Все без толку Я значит ему звоню Он мне объясняет Что я уехал в деревню Там в каком-то лесу Я вижу, что что-то не то Я сразу вызвала милицию Я очень испугалась Я, честно говоря, уже к вечеру Я поняла, что мы его просто не найдем Потому что он на связи Но он нам не говорит ничего Сергей Князев прибыл на место Около 7 вечера Милиционер столкнулся с непростой задачей Радиус поиска большой А пенсионер, хоть и был на связи Лишь путал следы На помощь правоохранителю пришли волонтеры Отряда «Феникс» Они шли с этой стороны Я шел с той стороны И при этом мы выкликивали дед Потому что только откликался на деда На улице темнело Температура стремительно падала Но команда не теряла надежду Да и как? Ведь на кону жизнь Ближе к 11 часам Поиски дали свои плоды Вдалеке послышался тихий голос Живой Вот она, главная награда Деда, как ты сюда залезь, дорогой? Деда, бегально Попробуем встать? Попробуем встать? Да я стою Ты лежишь? Отдыхаешь? Да Да Давай, дедушка, я помогу тебе Посвяти, пожалуйста Конечно Давайте, дедушка, руку События завершились хэппи-эндом Дедушку доставили в больницу А на следующий день он благополучно вернулся домой Героев этих историй не найти на билбордах Но их подвиг самый настоящий А такому сценарию позавидует любая прославленная кинокомпания Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Ограбление не по джентльменски Могилевской области задержали серийных воров Жители 25 и 28 лет взяли с поличным во время кражи 100 килограммов металлолома с участка пенсионера в Чауском районе Это далеко не единственный эпизод Преступный дуэт успел обнести свыше 10 домов в трех окрестностях региона Готовились к преступлениям заранее Восматривали дачные дома в отдаленных населенных пунктах Причем похищали лишь те предметы, которые можно сдать на металлолом Двигатели, трубы, печное литье, диски, проволоку и так далее Сейчас правоохранители устанавливают общую сумму ущерба Возбуждено уголовное дело Один из подзельников ранее был судим за хищение металла с кладбищ Пятая волна, отмененный рейс и погодные корректировки В Беларуси продолжается пассивная кампания Как обстоят дела с семенами сахарной свеклы Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 60% белорусов Бустерную прививку сделали почти 7% населения Снижается нагрузка на медработников инфекционной зоны За минувшие сутки с коронавирусом зарегистрированы 294 пациента В Беларуси продолжается пассивная Некоторые коррективы внесла погода В СЕФ проведен уже на 30% площадей Параллельно закупаются необходимые средства защиты растений Уровень готовности техники 95% Семенами сахарной свеклы страна обеспечена на 100% Белави продлила отмену полетов в Краснодар и Тель-Авив Пассажиры могут изменить дату отправления Или вернуть стоимость билетов без удержания По обновленному расписанию также осуществляются рейсы в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай Белтехосмотр в марте выдал без малого 160 тысяч разрешений на участие в дорожном движении Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года За отсутствие документа грозит штраф до 96 рублей Записаться на ТО, напомним, можно и онлайн Заранее забронировать дату и время Беларусьбанк с 13 апреля повысит стоимость некоторых карт За оформление в отделениях Visa Classic на 3 года нужно будет заплатить 25 рублей Если заказывать кредитку через сайт, мобильный банкинг, контакт-центр или инфогиоск выйдет дешевле 20 Подражает также MasterCard Standard и BillCard Premium За окном неустойчивый плюс Реки растаяли, а вот озера еще покрыты льдом Выходить на него строго запрещено Такую ошибку чаще всего совершают рыбаки Хотя и знают, уже не сезон для зимнего хобби Рыхлое и пористое покрытие может достигать толщины в 25 сантиметров Но при этом разрушаться при малейшем давлении Особое внимание детям Снег сошел, им хочется поиграть где-то вблизи водоема И естественно создается опасность их гибели К сожалению, в республике Беларусь на сегодняшний момент погибло уже 3 несовершеннолетних Зима в Бобруске прошла без происшествий В стране утонуло 45 человек Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения Сезон отпуска не за горами В белорусских санаториях планируют развивать СПА-услуги Массаж, обертывание и антицеллюлитные программы Представлены практически во всех здравницах страны Релакс-путевки разбирают как белорусы, так и зарубежные гости Ольга Васенда запланировала супервыходные Елена Заливнова записалась на сеанс светолечения Чтобы поправить здоровье, приехала прямиком из Москвы Не спугнул женщину даже километраж Путевку купила на 18 дней Уже в третий раз выбирает белорусский сервис Просто потому, что лечение на высоком уровне, признается отдыхающая Довольно современное оборудование, потому что есть чем сравнить Вот и ванны здесь очень, и бассейн с минеральной водой Столовая тоже в современном стиле И питание, которое не вызывает каких-то желудочных расстройств Особой популярностью в санатории «Шинник» пользуется релакс-путевка на три дня В нее входит сауна с бассейном, спелеотерапия, гидромассаж и кедровая бочка Плюс ежедневная порция молочного коктейля и фиточай Стандартный номер здесь обойдется в 199 рублей 50 копеек Тем, кто хочет избавиться от целлюлита, варикоза или отека Поможет вот этот аппарат английского производства На ноги одеваются специальные манжеты С помощью вакуума и компресса делается массаж Процедура длится 30 минут Отдохнуть в «Шиннике» с начала года уже успели 1340 человек Не пустует ни одно из 200 мест Плюс уже есть бронь на май-июнь Сюда с удовольствием приезжают как белорусы, так и граждане России, Латвии, Литвы, Израиля и Азербайджана Также пользуются спросом лечения по страховкам и по курсовкам для работников шинного комбината Кабинет загружен, всегда есть спрос В частности, например, за первый квартал 2022 года прошло 150 человек Это классическое иглоукалывание В Беларуси санаторно-курортное лечение набирает обороты На сегодня заполняемость 73% В них одномоментно находится почти 19 тысяч гостей Только зарубежных с начала года насчитывается свыше 22 тысяч Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 ГАИ призывает водителей не оставлять свои авто вдоль дороги на Ульяновской Ограничение будет действовать до 9 апреля На участке от Гагарина до 50 лет в ЛКСМ специалисты проводят работы по фрезерованию верхнего слоя асфальта К слову, в прошлом году в Бобруйске обновилось свыше 207 тысяч квадратных метров покрытия Самый крупный апгрейд от микрорайона Северный до конечной второго маршрута троллейбуса Сразу после нас сирена Моя коллега Кристина Ариян с обзором громких криминальных новостей недели Не пропустите Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok